Milk Outside a Bag of Milk Outside a Bag of Milk или же Молоко вне пакета. Это уже вторая часть необычной игры про девочку с психическими проблемами. И сразу же можно заметить, как первая игра называлась Молоко внутри пакета. А продолжение уже имеет последовательное название Молоко вне пакета. Вполне вероятно, что такое необычное название имеет какой-то скрытый контекст. Однако, скажу честно, я не смогла провести какие-либо аналогии между названием и сюжетом самой игры. Для меня же такое название просто является последовательностью действий. Сначала главная героиня покупает Молоко, и поэтому Молоко внутри пакета. А уже во второй части она приходит домой и достает это молоко, из-за чего то становится вне пакета. И да, вторая часть начинается там, где закончилась первая. Собственно, поэтому обе игры важны для понимания. Мы сразу же можем заметить, как продолжение изменилось, в отличие от первой игры. Теперь пиксели приятны глазу, и мы понимаем, где что изображено. А также нам сразу же показывают главную героиню. Как вы помните, в первой части мы лишь немного увидели ее в конце игры. Теперь же мы постоянно будем лицезреть на Меоктян, и все больше узнавать ее. Кроме того, в самом начале игры нас будет встречать анимационный ролик. Вкратце повествующий о том, что происходило в первой части. Его отрывки вы уже видели в предыдущем видео, но сейчас же я покажу вам его целиком. Меоктянская курица. Продолжение следует... 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 будто мы ей не нужны вообще, и она полна сил. После этого мы интересуемся, отчего у нее такое хорошее настроение, ведь буквально пару часов назад она чувствовала грусть. Намек Тян будто не помнит этого. А игра нам предоставляет так много вариантов, что мы только можем сказать, что она врет. В этой части у нас особо нет вариантов в плане ответов. Если в первой части мы могли быть грубыми или же наоборот добрыми, то тут все получается само. Вот, например, дальше мы скажем ей, что долго не забудем эту жалкую сопливую девчонку, которая только и делает, что ноет. И другого выбора у нас нет, кроме как нагрубить главной героиню. Она же просит нас не портить ей настроение, однако мы уже его немного испортили. Мек Тян начала плакать из-за того, что мы назвали ее жалкой. В итоге она идет умывать заплаканное лицо. В зеркало Мек Тян стала видеть насмешливые взгляды стен. Даже само ее отражение стало улыбаться и скалить зубы на главную героиню. Собственно, это тоже похоже на то, что Мек Тян видит галлюцинации. И даже зажмурившись, это не помогает. Ей помог лишь способ считать числа в уме, но после этого заболела голова. Наконец-то у нас появляется возможность извиниться перед ней за грубость. А в ответ Мек Тян говорит, что мы не виноваты. Она думала, что сможет взять все в свои руки. Ведь купить молоко у нее получилось, а для нее это было сильным испытанием. Собственно, поэтому она выбросила лекарства, надеясь, что справится со своими силами. И на время это помогло. Боль действительно отпустила ее и без принятия лекарств. Но в итоге через время ей стало плохо с утроенной силой. Вполне вероятно, что наши грубые ответы – это действие того, что она не выпила лекарства. Ведь мы всего лишь голос в ее голове. В итоге Мек Тян выпивает таблетку одну за другой. А мы подмечаем, что главная героиня боится остаться одна куда больше, чем более. На следующем кадре мы видим, как главная героиня лежит на полу. Также можно заметить, что на протяжении всей игры на фоне будут разные изображения. Честно говоря, я не поняла, от чего они зависят и что вообще означают. Но мне больше интересно, почему у нее нет кровати. Вроде как события происходят в России. Это можно заметить даже по начальной заставке. И у нас не особо распространено спать на полу, как в той же Японии. Хотя, может, главная героиня просто любит спать на жестком. Мюк Тян лежит и смотрит в потолок. Оттуда она слышит, как вода бьет по трубам, а бетонные плиты трескаются. Главная героиня даже думает, что когда-нибудь они упадут на нее. Но она не боится этого, так как считает, что смерть ее поджидает не сверху, а снизу, и она тянет свои когтистые лапы, ожидаясь, пока Мюк Тян потеряет бдительность. Мы решаем поговорить с ней, но видимо ей хватило предыдущего диалога, поэтому Мюк Тян отказывается. Мы пытаемся хоть как-то поговорить с девочкой. Но она просит нас помолчать, так как хочет привести мысли в порядок. И делает она это своеобразным образом, а именно извлекает мысли из головы и располагает ровными рядами на полке. В итоге потом она пытается собрать из них целую картину, переставляя их местами. Но ничего не получается, и она смахивает их и начинает заново. Тут я хочу сделать паузу и немного поговорить об обсессивно-компульсивном расстройстве. Еще в предыдущем видео мне написали комментарий, что у нее может быть ОКР. Изучая главную героиню, я также первым делом подумала об этом. Но проблема в том, что я не могу более доказательно сказать это. Было время, когда я читала об ОКР, так как предполагаю, что у меня у самой он может быть из-за навязчивых мыслей. Но я не была у врачей, поэтому не могу даже про себя точно сказать, что уж говорить о персонаже. Если, например, я знаю, что у меня какие-либо мысли и даже какие-либо действия повторяются, то я не знаю, повторяются ли они у главной героини. Например, то, что она считает шаги, может быть показателем того, что у нее ОКР, но только в том случае, если она постоянно это делает. Но мы это видели только единожды. Сейчас же, например, мы видим, что у героини скорее всего присутствуют навязчивые мысли, из-за чего она пытается другим способом избавиться от них. Точнее, даже не то, чтобы избавиться, а просто все спокойно обудумать и разобраться в своих мыслях. По крайней мере, как я читала, если есть навязчивая мысль, то нужно не убегать от нее, а наоборот спокойно обдумать все. Однако и в этом случае подобное действие мы видим лишь один раз. Поэтому я предположу, что у главной героини может быть ОКР, но, как вы видите, более точного доказательства этого нет. Но продолжим дальше. Мы предлагаем мелктян представить, будто ее мысли это тараканы. Главная героиня отвечает, что не любит тараканов и хочет, чтобы это были светлячки. Теперь же она видит, как мысли превратились в светящихся маленьких насекомых, которые кружатся по потолку. Главная героиня наблюдает за ними и ждет момента, чтобы поймать. На этот момент все никак не наступает, и она снова злится. Мелктян встает и кричит на них. В итоге светлячки от испуга улетают в разные стороны. Мы говорим главной героине, что неуравновешенность ее совсем не красит и что ей придется начать заново. Однако, она все еще недовольна и не планирует снова заниматься этим. Кроме того, она просит нас больше не молчать, так как передумала, и понимать, что без нашей помощи ей не обойтись. Дальше Мелктян решает, что их нужно найти, так как если она о чем-то задумалась, то нужно обязательно додумать эту мысль до конца, а иначе и она не договаривает. По своему опыту могу предположить, что иначе она попросту не сможет уснуть. На часах уже полночь, но Мелктян не может так просто лечь спать. Ей обязательно нужно найти светлячков, которые куда-то спрятались. Неожиданно мы решаем спросить главную героиню, о чем она думала, лежа на полу. Почему-то в этот раз мы не знаем об этом, хотя по идее и должны. Как только она решает рассказать нам, картинка сменяется на то, как ее кто-то душит. И появляется странный диалог. Мелктян рассказывает, что у нее чешутся глаза. И мы спрашиваем у нее, почему она плачет. В ответ она лишь говорит, что чешутся глаза. Дальше у нас есть вариант спросить ее, пива ли она молоко или еще вариант спросить, принес ли он молоко. Однако, чтобы мы не выбрали, она начнет думать о том, что если вырвать все ресницы, будут ли чесаться глаза или нет. Тогда мы спрашиваем у нее, что она наделала. Она ответила, что ей надо собрать стекло, а потом принять ванну. Тогда мы предлагаем ей выпить молоко, и она начинает кричать. После этого Мелктян оказывается в своей комнате с открытым ртом и тяжело дышит. Она предполагает, что это была смерть. Мне же кажется, что когда она пыталась рассказать нам, то словила паническую атаку, и именно ее мы видели. Из-за этого все выглядело непонятно, а то, что она говорила, будто и не имеет смысла. Как минимум, при панической атаке присутствуют такие симптомы, как ощущение нехватки воздуха и ощущение удушья. Мы же могли видеть его на картине, где было видно, будто ее кто-то душит. А также спутанные мысли, которые и были у нашей героини, из-за чего мы не понимали, о чем она вообще говорит. Конечно, это далеко не все симптомы, но я указала лишь те, которые мы видели у главной героини в этот момент. Однако в тот момент разговаривала она даже не с нами, так как мы снова спрашиваем ее, расскажет она нам или нет. Но Амиуктян не понимает, о чем мы, либо просто не хочет говорить и предлагает искать светлячков. Но среди такой кучи вещей это будет непросто. При этом главная героиня против того, чтобы перевернуть все вверх дном, так как все вещи должны оставаться на своих местах, иначе ей будет плохо. А когда мы пытаемся узнать у нее почему, так она ничего в итоге не говорит, из-за чего мы предполагаем, что она пытается прямо сейчас придумать причину. Вообще, это может быть причиной того, что у главной героини перфекционизм. Но опять же, точно тут сказать не могу и сужу лично из своего опыта, так как сама являюсь перфекционистом. И тоже не люблю, когда вещи не на своих местах. Кроме того, возвращаясь к ККР, часто люди склонные к перфекционизму страдают им. Однако перфекционизм бывает и нормальным, так что не все перфекционисты сразу же имеют расстройство. А нам пора начинать искать светлячков. И на этот счет у Милк Тян есть идея. В прошлый раз она была персонажем визуальной новеллы, и это ей помогло справиться с задачей. А в этот раз она хочет быть персонажем квеста. А заниматься этим, конечно же, будем мы. Все потому, что у главной героини начинается паника, когда нужно выбрать одно из множества вариантов. Вообще, это распространено, когда человек не может сделать какой-то выбор. И причиной этого может быть нежелание брать на себя ответственность, или же страх неудач. Вообще, причин много, но сказать точно, какая из них относится к главной героине, несложно. И, как мне кажется, вышеуказанные варианты куда больше подходят ей. Мы немного дразним главную героиню, но в итоге говорим, что нет ничего плохого в том, чтобы просить помощи. И теперь мы начинаем искать светлячков. Самое первое оказалось куда ближе, чем мы думали, а именно под кофтой главной героини. Остальные же придется искать среди кучи вещей Милк Тян. Каждый раз, когда мы будем взаимодействовать с какой-то вещью, то будем немного больше узнавать о главной героине. Далеко не каждый диалог будет важным, но я же покажу вам самые интересные. Сперва я обратила внимание на кучу коробок под раковиной, на которых нельзя нажать. Появляется только клич-эффект. Главная героиня ничего не говорит. Я лишь могу предположить, что это коробки из-под молока. Еще одного светочка мы найдем рядом с таблетками. Милк Тян вспомнит, как чуть не пропустила сегодня курс и могла умереть. Интересно, что она то боится смерти, а то совсем не хочет умирать. Рядом с умывальником прикреплены листы, на которых изображены цифры. И, как говорит Милк Тян, это единственная информация, которую она может воспринимать без трудностей. На них написаны дозы и побочные действия лекарств. И, на самом деле, написала это не главная героиня, а ее мама. Можно заметить, что даже сейчас она будет говорить, что почерк настолько корявый, будто царапина от когтей. А мы можем снова убедиться, что мать все же заботится о дочери. И под этими листами спрятался также еще один светлячок. Продолжая исследовать комнату, мы наткнемся на давно засохшие цветы, и почему-то Милк Тян не хочет выкидывать их. Когда мы у нее спрашиваем, она лишь говорит, ты что, совсем меня не слушал? Могу предположить, что это также связано с тем, что она не хочет передвигать какие-либо вещи. Несмотря на то, что у нее полный бардак, для нее это уют. Собственно, такое же зрено у перфекционистов. И хотя может показаться, что такие люди, наоборот, имеют идеально прибранный дом, на самом деле далеко не всегда. Часто человек просто не принимается за какую-либо работу, так как считает, что все равно не доведет ее до идеала, либо откладывает ее до лучших времен. При изучении часов мы узнаем, что главная героиня не может долго смотреть на них. Все потому, что ей кажется, будто сначала они идут в обратном направлении, а потом и вовсе исчезают. И после этого ей мерещится что-то странное. В прошлый раз была пара глаз на циферблате, а когда-то давно она слышала голоса, которые звали ее на помощь. Тут, очевидно, снова мы узнаем, что главная героиня видит галлюцинации. Также у Милк Тян можно заметить ноутбук. Как она говорит, он весь покрылся пылью, потому что она давно им не пользуется и вообще побаивается его. Мы просим ее рассказать нам, почему она боится его. И тут начинается история Милк Тян и ее знакомство с интернетом. Она не помнит, как он у нее появился, но предполагает, что это родители принесли в ее комнату. Ей никто не запрещал им пользоваться и, что удивительно, даже были рады этому. Главная героиня стала целыми днями сидеть за ним, играла в игры, рисовала, занималась моделированием, но все изменилось, после того, как она впервые вышла в сеть. Она решает объяснить нам, как это было на примере, который звучит так. Представь, что ты хомячок, который живет у себя под землей. У тебя есть все необходимое для комфортной жизни. В один прекрасный день тебя выкапывают из твоей хомячьей норки и приносят в зоомагазин. Теперь клетка – твой новый дом. Здесь гораздо удобнее и теплее, чем под землей. И самое главное, у тебя много соседей. Их клетки – копия твоей. Да и сами они – копия тебя и ничем не отличаются. Кроме того, что были рождены в этом зоомагазине. И если вы не понимаете, о чем говорит Милк Тян, то все нормально. Она уже и сама забыла, о чем шла речь. В этот раз она решает рассказать нам без каких-либо примеров. Так мы узнаем, что в сети у Милк Тян появилось множество друзей, а точнее 317. Из них 68 увлекались играми, как и сама главная героиня. 130 любили рисовать, так же, как и она. Оставшиеся 119 увлекались калькулятором и трехмерной графикой. Дальше она рассказывает о том, что настоящих людей в сети не существует. И когда она отключала компьютер, все ее друзья в тот же миг умирали. Такое у нее сложилось мнение, потому что компьютерные программы – это комбинация чисел. Также она считает, что и люди там такие же числа. Мы решаем спросить у нее, почему она называет их друзьями. В ответ главная героиня рассказывает, что все, кто увлекаются тем же, что и она, являются ее друзьями, даже если они не знают о ее существовании. Сразу можно предположить, что все эти 30-17 людей были просто так добавлены ею, и она даже с ними не общалась. Теперь я понимаю, чем руководствуются люди, которые просто добавляются в друзья, но ничего не пишут. Видимо, они считают, что раз у нас общие интересы, то мы уже друзья. Главная героиня продолжает объяснять нам о том, какие люди в сети. Мы узнаем, что для нее человек из сети – это просто рандомная картинка с набором слов. А слова и поступки такого человека – это программный код. Она рассказывает, что в сети однажды появился кто-то, кому удалось претвориться настоящим человеком, и в какой-то момент она позволила себя обмануть. Но тут мы перебиваем ее, так как увидели еще одного светлячка, который вылез из решетки ноутбука. Дальше мы извиняемся, что прервали ее рассказ и просим продолжить, но теперь она говорит, что расскажет только в том случае, если мы все сделаем правильно. И да, к сожалению, продолжение ее истории мы узнаем немного позже. А пока что я хочу сделать паузу и поговорить об еще одном возможном расстройстве, а именно об аутизме. Вы писали мне об этом в комментариях к предыдущему видео, да и я сама видела подобную теорию ранее. Вообще, после вот этого момента, с тем, как она воспринимает людей в интернете, я тоже подумала об этом и пошла читать симптомы аутизма. Однако, эта тема оказалась очень сложной и обычному человеку так просто не определить, есть ли у кого-то аутизм или нет. Многие симптомы очень распространены, как например то, что у человека проблемы с общением и он не смотрен в глаза людям. Такое бывает у многих людей и по разным причинам. В общем, там было очень много разных симптомов, которые бывают и даже при других расстройствах. Конечно, были более явные, но чаще всего их замечают, когда ребенок еще совсем маленький. Даже то, что главная героиня любит, когда все на своих местах, можно приравнять к аутизму. Так как больным с аутизмом очень важно, чтобы предметы были расставлены в нужном порядке. Это почти дословная цитата, прочтенная мной. Каких-то прям более выраженных моментов я не нашла у нашей героини. Поэтому я не буду говорить, что у нее аутизм. К тому же, ее отношение к людям в интернете можно также отнести к тому, что у нее шизофрения. И вот тут уже куда больше доказательств, но об этом я поговорю позже. После того, как мы нашли несколько светлячков, можно прекратить поиски. И это влияет на концовку, которых тут, кстати, несколько. Но изначально я решила найти всех, да и в принципе изучить все вещи. Осматривая ящики, главная героиня скажет, что они все намертво заперты. Она даже не хочет их открывать, что вообще достаточно странно. Тем более, что это ее комната, но она даже не пользуется шкафом. В принципе, вся ее комната выглядит очень странно. Я впервые вижу, чтобы прям в комнате был умывальник. Наверное, я такое видела только когда в детстве лежала в больнице. И то неуверенно, правдивы ли мои воспоминания. И при этом главная героиня точно живет не в студии, так как у нее своя комната. Продолжая изучение, мы можем увидеть тетрадь для рисования, лежащую на табуретке. В ней половина страниц все еще чистая. Мы спрашиваем у Милксиан, почему она так мало рисует. Оказывается, все дело в том, что если закончатся страницы, то придется покупать новую тетрадь, а для этого придется ехать на автобусе на канцелярского магазина. Очевидно, для главной героини такое приключение слишком сложно. Она с трудом смогла купить молоко в прошлый раз. Стамы говорили, что она может просто попросить маму купить новую тетрадь. Но для Милксиан такое действие невозможно, что еще раз показывает нам, насколько она плохо контактирует с матерью. Главная героиня подходит к тетради и смотрит на его белоснежные страницы, говоря, что последний рисунок похоронен на предыдущей. Мы говорим, что хотели бы посмотреть на него, но Милксиан против. Однако тут начинает дуть ветер, и страницы тетради стали переворачиваться. Почему-то главная героиня совсем не хочет смотреть на свои рисунки, поэтому зажмуривает глаза. Из-за того, что шелест прекратился, а ветер продолжал дуть, она предположила, что открылась первая страница тетради. Милксиан решает, что если она еще немного подождет, то ветер просто закроет тетрадь. Мы говорим ей, что все хорошо, и она может открыть глаза. Изначально она нам не верит, думая, что мы врем, но в итоге успокаивается и открывает глаза. Как оказалось, тетради была все так же открыта посередине. Мы говорим, чтобы в следующий раз она не закрывала глаза, и тут снова ветер начинает переворачивать страницы. Но главная героиня снова зажмурилась. Мы просим ее открыть глаза, но ей страшно, и девочка хочет, чтобы все, что было в прошлом, там и осталось. Но на самом деле мы же хотели показать ей, что среди страниц прячется светлячок. Таким образом, еще один был пойман. Не совсем ясна причина, по которой Милксиан не хочет смотреть на свои рисунки. Либо они ей не нравятся, и она стыдится их. Либо, как она говорила, прошлое должно оставаться в прошлом. Это может означать, что рисунки напоминают ей прошлое, а она имеет травматические воспоминания. И поэтому главная героиня так сильно не хочет видеть их, чтобы ничего не вспоминать. Изучив ее спальный мешок, мы еще раз подтвердим то, что у нее бессонница, которая провоцирует ее мысли. И как раз сегодня это и день. Собственно, весь этот момент является своеобразной зарисовкой, показывающей, как человек из-за своих навязчивых мыслей не может уснуть. Только у героини это куда более интересно, так как она играет в квест. В реальности это обычно очень утомительно, и ты пытаешься уснуть и ерзаешь по кровати, но все никак не можешь, хотя при этом можешь чувствовать усталость и слабость. Бессонница – это, в общем-то, ужасно. Также в комнате мы можем заметить школьный рюкзак Милксиан. Она расскажет, что когда-то ходила в школу, и ей там нравилось. Там было светло, не так как дома. А также были мягкие кровати и неплохо кормили. Судя по ее описанию, можно предположить, что она была в школе-интернате, так как, очевидно, спала там и ела. Собственно, в таких школах дети там живут. Но вот причина, по которой она могла быть в такой школе, неизвестна. Дети там учатся при разных ситуациях. Кто-то сирота, кто-то имеет какие-то ограничения, например, плохо слышит или видит. У кого-то наблюдается умственная отсталость. Но и есть такие школы для, наоборот, одаренных детей. По какой именно причине была там главная героиня, непонятно. От нее вполне могли отказаться родители, или же она имеет какую-нибудь умственную отсталость. Либо же просто очень одаренная и могла учиться в специальной, узкоспециализированной школе. Но несмотря на то, что ей там нравилось, и она даже не пропускала уроки, девочке все же не удалось закончить школу. Когда мы спрашиваем у нее, помнит ли она свой последний день, она рассказывает, что ее забрал папа из школы, сказав, что Милоктян уже выросла из школьной программы. Потом они приехали домой и встретила маму. Они втроем поужинали и разошлись. Однако мы понимаем, что главная героиня что-то недоговаривает. И просим еще раз рассказать нам эту историю. В этот раз она звучит уже иначе. Ее забрал папа, но теперь сказав, что ей пора взрослеть. И хотя она не понимала, что имеет в виду отец, но села с ним и они поехали домой. И все так же поели и разошлись. Однако и тут мы чувствуем, что что-то не так. И поэтому снова просим ее повторить эту историю. И она рассказывает нам более подробную версию. Отец с силой забрал ее из школы, она кусалась и сопротивлялась. Но никто из учителей ничего не сделал. Он затолкал ее в машину и они молча уехали. А дома снова поели и разошлись. Но это все еще не истинная история. Поэтому продолжаем просить ее рассказать все снова. Однако Милк Тян не начала сначала, а с середины истории. Рассказывая, что по пути домой отец купил молоко. Причем подмечает, что он снова сделал это и что она ненавидит молоко. Мамы дома не было. Снова. И мама она тоже ненавидит. После этого она почувствовала, будто кто-то сзади смотрит на нее. Как будто после этого рассказа у нее начала появляться паника. К сожалению, мы не узнаем о том, что было дальше. Так как Милк Тян скажет лишь, что все, что было дальше, произошло уже после того, как случилось кое-что, после чего произошло все, что было после этого. Из этой истории мы понимаем, что Милк Тян зачем-то силой забрал отец из школы. У меня есть предположение, что у отца были какие-то расстройства. Кроме того, есть ощущение, будто он не просто так купил молоко и не просто так Милк Тян ненавидит его. И подметила то, что матери не было дома. Не удивлюсь, если отец пытался избавиться от дочери и поел ее молоком, пока матери не было. А мог хотеть он это сделать по нескольким причинам. Первое, это то, что у него у самого расстройство. Или же ему тяжело от того, что у них родилась дочь со множеством проблем. Возможно, это еще послужило тому, что он потом выпрыгнул из окна. Воспоминания об этом немного разозлили главную героиню, что она даже хотела пнуть по рюкзаку. Но в последний момент остановилась. Все потому, что если она хоть на сантиметр сдвинет его, то вся квартира развалится и она ослепнет. Также мы узнаем, что ей потребовалось несколько месяцев, чтобы выучить расположение предметов. И поэтому она так четко все видит. Вполне вероятно, как она и говорила, у нее очень темно в комнате. И многие предметы она просто знает, где лежат по памяти. А это между тем был еще один предмет, в котором протосят светлячок. Можно, кстати, заметить, что все светлячки находятся в тех местах, которые пробуждают воспоминания Милк Тян. Что логично, ведь эти светлячки это те самые навязчивые мысли, что не дают ей спокойно жить. И поэтому они связаны с самыми неприятными воспоминаниями. На полу комнаты можно найти какую-то маленькую вещь. Не совсем понятно, что это. И даже сама Милк Тян не знает. Но я точно знаю, что она влияет на получение одной из концовок. Сбоку на стене висят множество фотографий. Как говорит главная героиня, на них изображены самые счастливые моменты из ее жизни. Однако они пустые, и на них ничего нет. Но по ее словам, она просто очень долго смотрела на фотографии и буквально сожгла их взглядом. Поэтому это теперь просто листы, которые закрывают трещины в стене. Откуда там трещины, мы не узнаем, так как она не захочет рассказывать. И на этом заканчивается поиск светлячков и осмотр ее комнаты. Теперь все мысли собрались в кучу, однако Милк Тян все еще что-то тревожит. И никакой радости нет. Ведь если что-то потерял, а потом нашел, то это лишь возврат к началу. Никаких изменений. Поэтому радости неоткуда появиться. Главная героиня уже хочет спать, но мы предлагаем ей перед сном сходить на балкон и проветриться. От этого в Милк Тян появляется приступ паники. Очевидно, она боится балкона из-за случившегося с отцом. Сама же она говорит, что ей кажется, будто там кто-то смотрит на нее. По идее, логичным будет не заставлять ее идти туда. Но, если мы хотим узнать, чем закончилась та история, связанная с человеком из сети, который притворялся настоящим, то придется заставить ее выйти на балкон. Выйдя на балкон, она начнет говорить, что ее дом похож на бездонный котел. И вместо копоти на его стенах сотни бетонных и железных коробок. Ее дом действительно странно выглядит. Когда-то дом уходил в разные стороны, но потом замкнулся. И теперь выглядит как какое-то кольцо. Мы замечаем, что главная героиня смотрит куда угодно, но только не наверх. Она в ответ скажет о том, что уже рассказывала нам. Потом камера поднимется наверх, и мы увидим огромный черный круг. Вероятнее всего, она говорит о той самой своей боязни буквы О. В предыдущем видео я уже предполагала, что, возможно, она боится буквы О, так как она похожа на черную дыру. Сейчас же можно предположить, что у нее также может быть ассоциация и с Луной, так как, очевидно, над домом светит Луна. Или же она вообще боится всего, что имеет округлую форму. Главная героиня решила сесть на перелом балкона, что очень опасно. Нежидрана начинает говорить, что ей кажется, будто бы весь мир притворяется ненормальным, и хочет убедить ее в том, что на самом деле нет. А все вокруг будто создано лишь для нее, создано, чтобы обманывать и запутывать. Она предполагает, что если это действительно так, то на самом деле она не сумасшедшая. Главная героиня замечает, что иначе смотрит на какие-то вещи, но хочет надеяться, что это не она сошла с ума, а мир вокруг нее. Дальше она вспоминает о том, что должна была рассказать ту самую историю. И хотя она не хочет рассказывать, так как каждое слово будет приносить ей боль, но все же обещала, и потому мы узнаем, что произошло. Она наклоняется вниз и мысленно начинает падать в пропасть, рассказывая нам о том самом человеке. Когда-то у нее был лучший друг в сети, даже несмотря на то, что его набор букв и пиксели на фотографии были совсем не привлекательными. Она говорит, что он будто бы нарушил правила нахождения в сети. Могу предположить, что до этого она видела там только тех, у кого были разные псевдонимы и картинки, установленные в соцсетях. А у этого человека было свое имя и своя фотография. Мы не понимаем, о чем именно она говорит, и хотя она могла бы рассказать нам об этих правилах, но не хочет, так как боится, что сделает ошибку, и тогда все сказанное дальше будет уже противоречить ее мыслям. И она так может сама себя разубедить. Мы говорим, что по ее логике тогда лучше вообще никогда ничего не говорить. И узнаем, что Милк Тян мечтает ничего не говорить, не вставать с кровати, не видеть и не слышать. Она хочет лишь видеть сны. Мы напоминаем ей, что она отвлеклась от истории. Продолжая, Милк Тян расскажет, что этот друг заставил ее поверить, будто он настоящий. Расписывал чью-то жизнь в мельчайших деталях и выдавал ее за свою. Также он ждал, что и она расскажет ему обо всем. И конечно же, главная героиня рассказала абсолютно все, ничего не утаивая. Таким образом он стал тем, кто знал о ней все. Но в итоге он поступил ужасно. Натравил на нее сотни ботов. Генераторы текста и видеороликов принимаются за работу, и ее имя уже начинает всплывать в сети. И теперь она отовсюду ощущает пристальные взгляды множества глаз. Немного сложно из такой истории детально представить, что могло произойти. Но могу предположить, что главная героиня познакомилась там с каким-то человеком, который вполне себе мог претвориться хорошим и войти к ней в доверие. Тогда она рассказала ему все о себе. Но этот человек воспользовался этим, чтобы просто посмеяться над ней. Видимо рассказал многим, а то и вообще написал на какой-нибудь форум. И тогда же многие стали смеяться над Милк Тян. Насчет того, что в интернете были разные текста, они это еще понятно. Но она также говорила и о видеороликах. И вот тут уже немножко сложно понимать. Если она не считала, что люди там настоящие, то вряд ли пользовалась вебкой. Если только отправляла этому другу какие-то видео. Но я даже не хочу думать, какие и что там могло быть. Ясно одно, что после такого она могла потерять доверие к людям в принципе. И вполне вероятно, что ее мнение о том, что там не настоящие люди, может являться защитной реакцией. По всей видимости, этот разговор очень больно сделала у Милк Тян, что она в своем воображении долетела до самого низа и описала, что ее тело разлетело словно фарфор. По ее словам, это уже вторая смерть за сегодня. Что опять же вероятно, что это могла произойти вторая паническая атака. После этого главная героиня вернулась в комнату и выделила кабель из розетки, подключенный к ноутбуку. По всей видимости, она давно хотела это сделать, но почему-то не решалась. Мы спрашиваем у Милк Тян, что она будет делать. Конечно же, она планирует идти спать в надежде, что завтра наступит через год или даже через 10. И представляет, что она находится вне своей оболочки, но все еще остается с собой, как молоко вне пакета. Возможно, это должно было меня натолкнуть на какой-то скрытый смысл названия игры, но нет, я все равно его не вижу. Милк Тян сообщает нам слегка грустную новость о том, что у нас осталось мало времени, так как таблетки перестают действовать и пить еще одну она не будет. И даже говорит, что не будет пить ее завтра и послезавтра и вообще никогда. Но прежде чем мы уйдем, у нее есть одна просьба, которую она боится сказать, так как думает, что может произойти что-то плохое. Когда она легла в кровать, она начала говорить, что ей грустно от того, что сны больше не приходят. Ей приходилось самой воображать их, из-за чего она, очевидно, не высыпалась. И так прошли бессонные недели, после которых она стала видеть всякое. Например, парящие в воздухе буквы и странные силуэты. А один раз, по ее словам, она чуть не умерла, упала посреди комнаты и не могла шевелиться. А все эти силуэты, буквы у глаза нависали над ней и осуждающие шипели. После этого она перестала заниматься таким, но всякие силуэты все равно остались. Милк Тян все же хочет сказать нам о своей просьбе, но боится и показывает на пальцах. Мы понимаем, что она просто хочет, чтобы мы рассказали ей историю на ночь. Но мы не знаем, как это делать и говорим ей, что просто зря тратим время и пусть лучше она закрывает глаза и спит. А дальше мы видим сон, который будет отличаться от того, какая у вас концовка. Изначально расскажу о сне, который самый первый попался мне. Картинка сменяется на знакомый фон, как в первой части игры. Милк Тян просыпается на лавке где-то на улице, в месте, которая ей знакома. Неожиданно кто-то говорит «Ну наконец-то». Главная героиня поворачивается и верит перед собой мальчика, который говорит, что она опоздала. Но Милк Тян не знает его, отчего мальчик даже удивляется и говорит «Так мы далеко не уйдем». Он повторяет, что она опоздала. Тогда Милк Тян извиняется перед ним. Такой ответ его удовлетворил. Мальчик сказал, что его зовут Треска. И спросил имя главной героини, но Милк Тян не отвечает ему. Треска говорит, что главная героиня обязана проводить его в магазин. Милк Тян против этого, но мальчик стоит на своем и говорит, что отказ не принимается. Да и сам не в восторге идти с ней. Милк Тян он совсем не нравится. По ее словам Треска странный. То веселый, то грустный, то громкий, то тихий. И имя у него дурацкое. Она говорит ему, чтобы он шел вперед, а ей нужно подумать. Но Треска не знает дороги. Милк Тян говорит, что он ей совсем не нравится. Но в ответ мальчик лично начал смеяться и сказал, что она наоборот очень даже нравится ему. После этого он взял ее за руку и они пошли. Их поход до магазина проходил нормально, не считая того, как странно себя вел мальчик. То он быстро шел, то останавливался и шел назад, внимательно глядя себе под ноги. Дойдя на магазин, они ведут вывеску, что он закрывается через 20 минут. Треска снова пытается хоть немного узнать о главной героине, а именно ее имя и возраст, но она снова отказывается отвечать ему. Дойдя в магазин, они умудрились заблудиться в нем, так как не знают, где продается молоко и решают спросить у кого-нибудь. Тогда Треска подошел к одному из посетителей и сказал фразу «Здрасте, а можно?». Последнюю часть вопроса главная героиня не расслышала, как и ответ на него. А Треска просто застыл, как вкопанный. Милк Тян решил подойти к нему и тогда посетитель с презрительной гримасой и отвращением спросил ее «Это ваш?» и попросил убрать его. Главная героиня хватает Треску за руку и уводит, а тот все смотрит на посетителя с открытым ртом и выпученными глазами. Когда они отошли, то он успокоился. Мы спрашиваем у него, как это понимать. Треска отвечает, что он напугался и потом закричал «Нет, только не опять!». Милк Тян прикрыл ему рот рукой. Треска ревел, а его лицо горело. Мы просим его вести себя нормально, но он лишь говорит, что мы не понимаем. Тогда мы объясняем ему, что ненормально приставать к посетителям. Мальчик называет ее злой и убегает. Главная героиня сходила в молочный отдел, взяла молоко и встретила его у кассы. Недовольные голоса начали кричать «Эй, шевелись!». Из-за Трески образовалась большая очередь. Он стоит у кассы, смотрит под ноги и плачет, а кассир нависает над ним. Милк Тян снова спрашивает «Это ваш?». Она отвечает «Да», и тогда говорят «В следующий раз оставьте его дома». И просят оплатить стоимость товара и издержку за ожидание. Тут Треска начинает смеяться, тогда кассир говорит, что придется платить еще и за то, что ее сын придурок. Милк Тян разозлилась и бросила купюры куда больше, чем даже должна была. Схватила пакет с молоком и ушла вместе с Треской. Всю дорогу они шли молча, но когда свернули к заправке, Треска решил поговорить. И спросил у нее, любит ли она мороженое, на что девочка ответила «Нет». После этого Треска снова приуныл. Он свернул с тропы на автомобильную дорогу и сказал «Похоже, ты мне совсем не помогаешь». Неожиданно Милк Тян проснулась и заплакала. А дальше нам показали ту самую, по всей видимости, луну и как она смотрит на нее. И таким образом заканчивается игра. Так выглядит одна из концовок, которая не дает никаких ответов, а лишь кучу вопросов. И все концовки будут такими. Вообще, мне показалось, будто все эти сны – это либо прошлое главной героини, либо ее переживания. И будто бы каждый сон пытается указать нам на какие-то расстройства. Причем у каждой концовки они совсем разные. Если анализировать эту концовку, то может сложиться впечатление, будто ей просто снилось, как она ходила за молоком. Но только во сне это обрело другую форму. Теперь она как голос в голове, который помогает мальчику. Но я также подумала, что это может быть еще более раннее воспоминание, когда она ходила в магазин с матерью. Предположим, что Милк Тян в своем сне – это ее мама, а Треска – это сама главная героиня. Тогда мы поймем, насколько тяжело было матери. Видно, что ее дочь не могла нормально общаться с другими людьми и ставила ее в неловкое положение. На то, что этот сон именно об этом, мне натолкнула фраза «Лучше бы вы оставили своего сына дома». Очевидно, у Милк Тян нет детей, но в ее сне это могло обрести такую форму. Также видно, как после похода в магазин Треска пытался говорить с ней, и когда она просто резко ответила, то мальчику стало грустно. Вполне вероятно, что главная героиня тоже самое испытывала, когда, очевидно, мать была зла из-за подобных происшествий и просто резко отвечала ей. То, как ввел себя Треска, натолкнуло меня на то, что этот сон как раз таки может олицетворять расстройство Милк Тян. И именно тут, как мне больше кажется, подходит аутизм, так как видно, что ребенок не может спокойно контактировать с людьми, не спросить не может ничего. По крайней мере, как я читала, основным фактором в этом расстройстве считаются проблемы с социальным взаимодействием и коммуникацией. Но прежде чем делать какие-либо выводы, нам еще надо проанализировать другие концовки. Я не буду объяснять, что нужно сделать, чтобы получить ту или иную. В основном там зависит от того, сколько собрали светлячков, выделили первую и вторую смерть. Если вам нужно, то в Steam есть руководство о том, как получить их. Второй сон начинается с того, что нам показывают, как главная героиня сидит вроде как на крыше дома. И на телефон приходит сообщение от пиццерии, где ее благодарят, что она выбрала именно их. И почему-то Мелтян начинает писать им так, будто это какой-то дневник, в котором она изливает душу. И вот что она пишет. «Знаете, здесь так пусто. В общем, мне от этого ни хорошо, ни плохо. Я совсем одна, в то же время вроде бы нет. В голове много мыслей, с которыми уж точно не соскучишься. С ними можно создать целый мир. Уверена, если постараться, то он заполнит всю пустоту вокруг. Хотя, сколько бы я ни думала, окружение не меняется. Что-то происходило в моей голове, но это оставалось лишь в ее пределах». Картинка меняется, и Мелтян уже внутри какого-то здания. От пиццерии ей приходит ответ. «Какую пиццу вы бы хотели заказать?» Но главная героиня продолжает вести свой дневник. «Так вот, в моей голове не так много места, где можно было бы развернуться. Поэтому каждая мысль наворачивала круг и возвращалась сначала. Но ведь когда-то должен быть конец. Конечно, это звучит страшно, но не страшнее постоянного существования в пустоте. Здесь безопасно, и не случится ничего плохого. Но и ничего хорошего не произойдет». На следующем слайде она уже бежит по дороге куда-то, а пиццерия отправляет рекламные сообщения. Мелтян продолжает рассуждать о мыслях, говоря, что ничего хорошего в одних и тех же мыслях нет. Она бы могла сбежать отсюда, но мысли совсем не помогают. Также она говорит, что пыталась там найти дверь, но ее нет. Сколько ни ходи, ничего не происходит. И это лишает ее всякой надежды на спасение. Следующая картинка показывает нам, как Мелтян находится в каком-то магазине и, видимо, хочет что-то купить. Ей приходят сообщения от пиццерии о том, что у них скидки. Она же продолжает писать о своем. «Вам не кажется, что мое пребывание здесь пустая трата времени? Я просто могу думать, но мои мысли такие же пустые и бессмысленные, как и все вокруг». Она задается вопросом, значит ли это, что я не заполняю пустоту? Я являюсь ее частью. Зачем мне тогда чувствовать себя, знать, что я существую? Она рассказывает о том, что в этом месте ни холодно, ни горячо. Но стоит ей подумать о тепле, и она согревается. По всей видимости, этот мир полностью зависит от ее мыслей. Дальше она говорит. «Я не хотела бы признавать, что полностью пуста. Весь все исчезло не по моей вине. Разве я не могу просто приспособиться привыкнуть к ничему вокруг? Разве ничего не могу с этим сделать?» Дальше мы видим, как она уже идет ночью по улице. От пиццерии приходит сообщение. «Вы уже готовы сделать заказ?» А Мелтян пытается прийти к единой мысли. Она пишет. «Да, правильно. Мне должно быть все равно. Здесь пусто, и мне от этого ни хорошо, ни плохо. Я тут одна, и в то же время нет. В голове много мыслей, с которыми уж точно не соскучишься. С ними можно создать целый мир. Здесь безопасно, и не случится ничего плохого, как и хорошего. Мое пребывание здесь – это пустая трата времени. Я не заполняю пустоту, и я лишу ее часть. И это лишает меня всякой надежды на спасение. Мне должно быть все равно. Здесь пусто, и мне от этого ни хорошо, ни плохо. Никто не виноват, что здесь даже двери не видно. Какой у них смысл? Кажется, мне совсем не помогают. Им должно быть стыдно. Не хотелось бы признавать, но я тут одна. Ничего не могу с этим сделать». На следующем кадре мы видим телефон и переписку Мелтян, по которой сразу видно, что она действительно писала это кому-то. Причем все сообщения отправлены с ее стороны, хотя игра говорит нам, что снова пришло рекламное сообщение от пиццерии. А Мелтян снова пытается удостоверить себя в том, что все хорошо, и пишет. «Мне все равно, что здесь пусто, слышите? Да, мне от этого ни хорошо, ни плохо. Я одна. В моей голове много мыслей, ими я ослепляю мир вокруг. Здесь не так много места, но, по крайней мере, безопасно. Хотя мне никогда тут не будет хорошо. Значит, мое пребывание здесь – пустая трата времени. Я должна решить, и мои мысли помогут мне. Они направят к выходу, и тогда я снова смогу собой гордиться. И тогда я смогу спастись. Хотя, уже как-то все равно. Здесь пусто, и мне от этого ни хорошо, ни плохо. Я одна, а в моей голове много мыслей. Можно создать целый мир. Если очень постараться, он сможет заполнить всю пустоту вокруг. Хотя, сколько бы я ни думала, окружение не менялось. Да, что-то происходит вне моей головы. Но что? Моим мыслям не хватает места. Оно уже чем-то заполнено. Если вокруг ничего нет, здесь есть я. А в моей голове много мыслей. Если очень постараться, значит, мир на самом деле не пустой. Я ничего не вижу. Картинка сменяется, и мы видим, как Милхтян удивленно на что-то смотрит. Перед ней дорожный знак, означающий, что стоянка запрещена. Интересно, что почти такой же знак у нее на кофте. А на телефоне пришло сообщение. Время истекло. Перезагрузите страницу. И тут она проснулась. Честно говоря, эта концовка уже в разы сложнее. Начнем с того, что непонятно, почему главная героиня вообще пишет пиццерии. Единственный вариант, который я могу предположить, так это то, что у нее шизофрения, и возможно она думает, что общается с другом. Ранее я говорила, что как раз-таки шизофрения – одно из расстройств, очень подходящие нашей героине. Просто стоит взглянуть на симптомы. Бред и галлюцинации, что мы уже замечали у главной героини. Она рассказывала, как видят всякие седлуэты, летающие буквы в глаза. К бреду можно отнести, например, ее мнение о том, что люди в интернете не настоящие. Еще один симптом – это резонерство. В Википедии описывается оно так. Например, анализируя пословицу «без труда не вытянешь рыбку из пруда», здоровый человек объяснит ее суть просто. Чтобы добиться какого-то результата, нужно приложить усилия. Больное резонерством не остановится на этом объяснении. Он станет размышлять о том, какими снастями лучше выловить рыбу из пруда, в какое время года, насколько водоем загрязнен отходами ближайшего завода и т.д. В итоге простое объяснение превратится в набор пустых, не имеющих отношения к ситуации фраз и размышлений. Резонер увязнет в них и к концу беседы вовсе забудет, о чем шла речь. Именно схожего примера у нелктиан нет. Но мне кажется, что когда она пыталась рассказать нам о ситуации с интернетом и начала говорить о хомяке, а впоследствии даже забыла, что хотела сказать, можно косвенно отнести к этому симптому. Также ей подходит еще один симптом, а именно нарушение социальных взаимодействий. Но кроме намеков на шизофрении, в этом сне я также заметила депрессию и еще раз подтверждение ОКР. Нелктиан постоянно говорила, что она одна и что пуста. Из ее слов можно было предположить, что ей одиноко и она не находит себе места в этом мире. Девочка надеется, что ее мысли помогут ей с этим. Даже надеется, что ими можно заполнить весь мир. Но мы видим, что у нее нет четкого решения. Также можно заметить, как она говорит, что никто не помогает ей и что из этого места нет двери. Как бы говоря, что выхода нет. И хотя она пытается бороться с этим, но все равно не находит никакого решения. Мы ясно можем видеть, что главная героиня ощущает чувство бессмысленности происходящего. Но также то, как она постоянно обдумывает одно и то же, намекает нам на ОКР. С этим сном вот настолько все сложно. Мы даже не можем понять, что именно нам хотели сказать. Вообще, я бы больше предположила, что этим сном нам хотели все же указать либо на депрессию героини, либо на ее навязчивые мысли. Вряд ли этим сном хотели показать шизофрению, так как это лишь сон. И только в нем она пишет пиццерии. У нее сон может быть сформирован из нескольких событий. Например, у нее не было друзей, и поэтому на телефоне приходили сообщения только от пиццерии. А еще ответы могут быть либо мыслями, которые в какой-то промежуток тревожили ее. Или она, например, вела заметки в телефоне и писала там все, что ощущает. Следующая концовка еще более сложная. В этом сне Милтян снова просыпается в непонятном месте. На этот раз она находится на узкой металлической лестнице огромной колонны. Она прижимается к стенке и молится, чтобы тело вмерзло в нее. Она провела на этой колонне уже несколько часов или даже дней. И не знает ни ее высоты, ни того, куда она идет, вверх или вниз. Милтян считает, что скоро ей придет конец. Разум расплавится, а тело превратится в пыль. Стена царапает ей лицо, ступени под ногами гудят от ветра, норовя упасть вместе с главной героиней. Но она говорит, что этому не бывать, и она останется здесь. Никуда не пойдет, и даже рта не откроет. Главная героиня не видит смысла куда-либо идти. Ведь в итоге она лишь может узнать, что лестница просто обрывается. Для нее все лишено смысла. Прошло какое-то количество времени, но главная героиня продолжает не шевелиться. А тело бьет сильная дрожь. Она понимает, что это дрожь и само пространство. И ему не терпится уничтожить ее. У нее к тем появляется мысль, может, стоит хотя бы повернуть голову. Но неосознанно она поворачивается всем телом, понимая, что это совсем не то, что она хотела. На экране появляются разные узоры, и кто-то говорит фразу «Недвижим голос, и в этой тишине он поет. Недвижим мост над черной пропастью, пока не затихает музыка». Я так предполагаю, что это строчки откуда-то, но, к сожалению, сама я не знаю и найти мне не удалось. Если вдруг вам эти слова показались знакомыми, то напишите об этом. А причина, по которой я так подумала, так как потом будет как раз-таки фраза из одной оперы. Но перед этим Югчан сообщит нам, что липкий воздух взвинчивает ей уши, заглушая мысли беспорядочным набором слов. Пока она в ужасе смотрит на картину перед ее глазами. Сотни бетонных колонн расположены рядом, и все они такие же, как и та, на которой она. Снова появляются узоры, и голос говорит «Кто-то там, на краю этого мира, улыбается. Этот мир по-прежнему существует. Но все, из чего он состоит, одновременно существует и нет». Эта фраза мне также ни о чем не говорит. А вот главная героиня походу считает, что с ней разговаривает какое-то сверхсущество. Она пытается поставить в мысли блок, но это бесполезно. Югчан уже в его власти, и спустя время она понимает, что тело само двигается. Ей под силу лишь выбрать направление – вверх или вниз. А вот следующая фраза этого существа уже интереснее. Он говорит «Толпа замечает кровь на руках Вотсака». Он убегает – появляется Миндель. В нем нет ничего человеческого, кроме чрезмерной грации и скрытого изящества. Он выходит на середину сцены. Начинается первое действие. Начало этой фразы описывает момент из оперы «Вотсак». Вообще, оригинальная была пьеса немецкого драматурга Георга Бюнхера, но она называлась «Войцек». А вот опера уже называется «Вотсек». Поэтому я и думаю, что разработчик именно на нее делал отсылку. Но только почему-то в этом тексте присутствует еще и Миндель. Но такого героя там не было. По всей видимости, у Мюкчан просто все перемешалось. Все-таки это сон, и часто снятся самые абсурдные вещи. Как мне кажется, эта фраза с отсылкой на «Войцека» не просто так, и потом мы еще поговорим об этом. Главное, героиня говорит, что чужие мысли становятся бессвязными, а места для ее собственных все меньше. Сверхсущество снова говорит на этот раз такую фразу. Ясно ли ты ощущаешь свою связь со своим телом? Или в тебе снова возникают непонимания и страх перед ними? Если в последнее время ты слишком часто переживала этот страх, где именно он проявился, отвечая честно, ничего не скрывая. А Мюкчан тем временем просто решила идти вниз, но сверхсущество снова говорит, у тебя может появиться подозрение, что что-то идет не так, потому что твой путь изменился. Может, ты стала неправильно говорить или в чем-то ошибалась. Если так, начни привыкать к новой жизни. Попробуй создавать образы, которые будут внушать тебе ощущение, что теперь все так и должно быть, и постепенно они создадут вокруг тебя новый порядок. Не верю, у тебя сейчас тяжелый период, но ты просто обязана чем-то пожертвовать, вырасти, и только тогда сможешь обрести смысл жизни. Понимаешь? Попробуй, если это будет важно для тебя. Каждый день это драгоценный подарок. Если ты хоть раз подаришь миру его кусочек, он покажет тебе просто пылинки. Понимаешь? Нет. Извини. Тогда этого не пойму я. Понимаешь? Да, это понимаешь даже ты, когда ты замечаешь, как люди смотрят на себя в зеркало, когда ты видишь в зеркале собственное отражение и понимаешь, что оно реально существует. Понимаешь, как именно оно существует. И на этом Мюкчан просыпается. А теперь мы попробуем понемногу проанализировать. Колонна, на которой находится главная героиня, как по мне, олицетворяет ее дом. Она сама говорила, что он замкнулся в кольцо. А как раз если находиться за пределами этих домов, то будет ощущение, будто это такая же колонна, только куда больше. В этом с ней видно, что она боится упасть. Как вы помните, в первой части мы узнали, что ее отец выпрыгнул из окна. Поэтому она вполне может теперь бояться любых мест, где можно упасть. Кстати, вы заметили, что во второй части игры ни слова не говорится о том, что ее отец умер. Поэтому те, кто играли только во вторую часть, даже не догадываются, что у нее может быть посттравматическое расстройство. И вот как раз я считаю, что этот сон его и олицетворяет. На это нам также намекает отсылка на Водцика. Прочитав эту оперу, я поняла, что там у главного героя также было ПТСР. Но у него оно было из-за того, что он воевал. В одном моменте ему даже казалось, что убегающие ежи – это отрубленные головы. Также непонятные узоры, которые появляются, прежде чем начинает говорить какой-то голос, напоминают мне тест Роршаха. А ближе к концу то, что говорит этот голос, выглядит так, будто это немного искаженные слова ее психиатра. Так что вполне вероятно, что это сон совмещает в себе ее страх высоты, какие-то произведения, которые она читала, а также посещение психиатра. Ну а мы идем смотреть следующий сон, который тоже начинается с того, что Милк Тян просыпается. В этот раз в центре тесной комнаты на холодном полу. Вокруг нее ничего нет. Комната голая, без какой-либо мебели. Все, что есть – это дверь, из-за которой доносятся страшные неразборчивые звуки. Она обхватывает колени руками и укутывается в кофту. Но это не помогает, все равно очень холодно. И хотя комната большая, у нее ощущение, будто она в тесном гробу. У нее возникает вопрос, хочет ли она знать, что там снаружи. И тут же за дверью издается нечеловеческий рев. Он становится все более громче, ощущение, будто что-то приближается к двери. Затем рев стал еще громче. Но лишь на секунду, а потом затих. Главная героиня решает встать. И после этого она снова слышит странный звук. Но теперь уже над головой. Милк Тян говорит, что потолок медленно и со скрипом отдалился, а на нее посыпалась каменная крошка. Прищурившись, девочка тянет руку к потолку, но тот резко движется вверх и скрывается во тьме. Теперь главная героиня ощущает, будто находится не в гробу, а в колодце. Проходят часы, а она почему-то беспорядочно бегает от одной стены к другой. А те стремительно отдаляются, расширяя комнату. В итоге она оказывается среди тьмы, где есть одна лишь дверь. Милк Тян старалась избегать ее, пока жуткие шорохи и завывания изредка доносились снаружи. Но теперь выбора нет. Главная героиня медленно подходит к двери и протягивает руку. Однако и дверь начинает отдаляться. Милк Тян идет за ней с протянутой рукой, так как не хочет терять единственный источник света. Она решает сделать резкий рывок и схватиться за ручку. На дверь стремительно носится прочь. Главная героиня падает на холодный пол. Девочка срывается и начинает кричать на дверь. Также начинает осознавать, в какой страшной ситуации она сейчас находится. Милк Тян не прекращает кричать ни на секунду, так как боится остаться в полной тишине. И считает, что если исчезнет все реальное, то за дело возьмется ее больное воображение. Неожиданно из-за двери кто-то говорит, «Эй, я тебя слышу! Я здесь! Подойди же!» Главная героиня начинает еще сильнее кричать, аж до боли в горле. Она боится потерять контакт с этим человеком. Милк Тян срывается с места и спотыкает, бежит к двери. Так она бежит минуту, пять минут, десять минут, но не может приблизиться к двери ни на шаг. Она решает, что нужно сделать рывок и, собрав все силы, отталкивается от земли. И вот, она уже почти хватает ручку двери, но с огромной скоростью падает лицом вниз. И проезжает вперед еще несколько метров, оставляя за собой кровавую полосу. Очевидно, Милк Тян стало очень больно. Она закричала и начала плакать, а когда попыталась вытереть слезы с лица, то осознала, что нос и губы разбиты в кашу. Она кричит, помогите. Сначала из-за двери не доносится ни звука, но через время незнакомый человек говорит, что видит Милк Тян. Девочка пытается хоть что-то сказать ему, но у нее не получается из-за того, что она плачет. Диалог продолжается и голос за дверью спрашивает, больно ли Милк Тян. Она отвечает, что да. А сквозь слезы снова поднимается и пытается достичь двери. Она бежит уже час или два, но так и не добежала, хотя считает, что уже стала немного ближе. Главное, героиня не сдается и продолжает бежать. Голос из-за двери часто спрашивает у нее, как она себя чувствует, но ответить ему Милк Тян не может. Боится, что если скажет хоть слово, то тут же упадет без сил. Она благодарна этому человеку и ни за что на свете не хочет, чтобы он замолкал. Спустя час Милк Тян оказалась уже настолько ближе, что почти достает до ручки двери. Незнакомец почему-то начал говорить ей, что ему страшно, и почему Милк Тян ничего не делает. Главное, героиня не понимает, почему он так с ней. Неужели он не понимает, какие мучения она испытывает? Кроме того, дальше он говорит, что она пугает его и чтобы уходила прочь. Милк Тян делает последний рывок и хватается за ручку двери. Оттуда незнакомец кричит «Нет, уходи!». Как только она открывает дверь, ей в глаза бьют яркий свет. Земля уходит из-под ног, и она падает лицом в траву. Она поднимается и видит бескрайнее поле и блеклую луну где-то высоко. Она сводит по сторонам, пытаясь видеть хоть что-то примечательное, но ничего нет. У главной героини кружится голова, и она снова оказывается на траве. Но теперь перед ее глазами небесная тьма, а не обычная. До нее доносится неразборчивое эхо. Милк Тян думает, что может это волк или еще кто-нибудь, но не волнуется, ведь она в траве и ее не видно. Тут она слышит, как кто-то кричит. И этот звук нарастает, и Тран Милк Тян понимает, что это совсем не волк. Девочка скакивает и начинает вертеть головой, пытаясь понять, откуда идет этот звук. Она снова слышит. И тогда говорит этому голосу, что слышит его, а в ответ снова. Но главная героиня не сдается и спрашивает у него, где он, а в ответ снова. Милк Тян не знает, в какую сторону, если что, бежать ей и вообще, стоит ли бежать. Она считает, что этому человеку больно, и он хочет, чтобы его нашли. Главная героиня решает пойти в ту сторону, где, как показалось, она слышала этот звук. Но есть проблема. Вокруг ни деревьев, ни камней, лишь бесконечное поле. Резко издается оглушительный и болезненный вопль. Милк Тян стало страшно, а вопль тем временем превратился в плач. Подняв голову, она видит, как вдалеке среди густой травы виднеется силуэт. Милк Тян говорит ему, что она видит его, но силуэт продолжает стоять. От него издался лишь тихий звук. Главная героиня спрашивает, больно ли ему. Но от него лишь снова неразборчивые звуки. Девочка подумала, что может темное пятно это дерево или камень, а звуки издает ветер. И в итоге пошла прочь. Пройдя сотни шагов, она обернулась и удивилась, что пятно не стало меньше. Тогда она решает слегка бежать. Внутри нее начинается паника. Почему этому полю нет конца? Теперь Милк Тян не оборачивается. Она знает, что она преследует ее. До ее ушей начинают доноситься более громкие и отчетливые странные звуки. Устав от бега, главная героиня останавливается и слово слышит... Этот жуткий голос доносится прямо у нее за спиной. Она поворачивается и пытается инстинктивно защитить лицо руками. Но не удерживается и падает на землю, словно слыша этот звук. Милк Тян резко встает и видит, что силуэт стоит на том же расстоянии от нее. Она говорит ему, мне же страшно, почему ты ничего не делаешь? После этого силуэт начинает дрожать, а затем медленно идет в ее сторону. Сопровождается все это хрипами и стонами. Девочку сковал страх. Она просто стоит и смотрит, как силуэт приближается. Теперь она говорит ему, ты меня пугаешь, уходи прочь. После этих слов пятно стало больше, а через секунду большая часть неба и поле поглотил мрак. В итоге девочка начинает убегать. По пути она падает, но все равно встает и бежит. Если что, все так же продолжает кричать этот звук. Милк Тян кричит ему, нет, уходи. Не ведая силу, с хрустом поворачивает ее голову и все заполняет мрак. Дальше сон будто снова повторяется. Но тут просыпается Милк Тян. Этот сон для меня оказался самым интересным и самым сложным. Я не могу предположить более точно, что он может означать. Сразу понятно, что это кошмар, который вероятно затрагивает страхи героини. Например, она вероятно боится замкнутых пространств, а также темноты. Вообще анализируя эту концовку, можно заметить, что сначала Милк Тян нужна была помощь, но ей никто не помогал. А дальше уже кому-то нужна была помощь, но она не помогала этому человеку. И Милк Тян даже говорит те же слова, что говорю ей голос за дверью. Из всего я могу лишь предположить, что, например, когда-то родители закрывали ее где-нибудь из-за плохого поведения. Такое распространено. И вообще, очевидно, это не очень хорошо влияет на ребенка и ему страшно находиться в закрытом темном помещении. А вот насчет поля сложнее. Можно, конечно, предположить, что родители когда-то пытались оставить ее где-то в поле, типа, чтобы избавиться от нее. Но это как-то уже слишком жестоко. Все же Мать Милк Тян мне не кажется плохой. Ну или же вариант, что она когда-нибудь терялась. Но, к сожалению, я мало что могу сказать про этот сон. Но мне он больше всех понравился. Вообще, хотелось бы отдельную игру с подобной атмосферой. Если у вас есть какие-то предположения насчет этого сна, то пишите в комментариях. Может, вы смогли заметить у этого сна какую-нибудь связь с расстройствами. И пришло время последнего сна. Начинается он с того, что Милк Тян смотрит в зеркало на свое отражение и говорит, что утро добрым не бывает. Ей не нравится, что у нее всегда такое дурацкое лицо и боится о том, что подумают в школе. Ей не хочется быть неудачницей в первый же день. Милк Тян успокаивает себя, говоря, что нет ничего плохого в том, что она выглядит не как остальные. Тут мама говорит ей, что пора поторопиться. Картинка меняется, и Милк Тян снова смотрит на себя в зеркало. Но в этот раз у нее не просто какое-то уставшее лицо. А теперь один глаз очень сильно выше другого. Текст никак не меняется. Она говорит точно то же самое. Снова новая картинка. Теперь Милк Тян видит себя с длинной, завернутой шеей. Как вы понимаете, текст меняться не будет. Но зато каждый раз Милк Тян будет видеть себя иначе. Дальше она увидит себя с дыркой вместо лица. Потом с растрепанными, неподстриженными волосами. Потом вообще возле нее будет стоять еще одна она, но с черными глазами. Дальше у нее вообще глаза будут вытянуты вниз. То их вообще станет 8. Потом не будет всей головы. И уже на предпоследней у нее просто не будет глаз, нос и рта. И текст уже поменяется. Она скажет, что у нее прекрасное настроение. И она не может дождаться первого дня в школе. И в самом конце она просто будет видеть свою спину. Будто бы не хотя смотреть на свое отражение и на этом закончится сон. Конечно, после предыдущего сна этот куда проще. И очевидно, что он намекает нам на низкую самооценку главной героини. Видно, что ее не устраивает своя внешность. И она видит, что отличается от других. Это вызывает на нее навязчивые мысли. И страх, что она не понравится одноклассникам в школе. Можно заметить, что плохих мыслей у нее нет только тогда, когда она смотрит в зеркало и не видит на себе ни глаз, ни носа, ни рта. Можно предположить, что именно эти места ей в себе не нравятся. Даже во всех вариациях лицо либо исчезало, либо как-то менялись те же глаза. И на этом можно закончить анализ игры. Какого-то точного вывода в конце я сказать не могу. У мелкотиан много разных симптомов, указывающих на совсем разные расстройства. Не сказать, что, например, она 100% и меньше шизофрении, я не могу. Даже врачи не могут сразу же определить проблему у пациента. А тут у нас просто скорее небольшой анализ. Кроме того, никто не отменяет того факт, что у нее может быть все и сразу. Ведь многие расстройства могут быть одновременны и никак не отменяют друг друга. Кроме того, я могла даже не привести в пример какие-либо расстройства, так как говорила лишь о тех, которые сама знаю, и которые, как мне кажется, могут быть у нее. По итогу лишь могу сказать, что главной героине могут замечаться такие расстройства, как аутизм, шизофрения, ПТСР и ОКР. Наверное, единственная моя претензия к этой игре, так это как раз-таки огромное количество разных симптомов. То, что разработчик в принципе уделил внимание расстройствам и таким образом показал их, то это очень хорошо. Но, как мне кажется, было бы идеально, если бы за основу бралось одно расстройство и оно раскрывалось всю игру. Но я заканчиваю с разбором этой игры. Я не знаю, делает ли разработчик третью часть и вообще будет ли она когда-то. То, что Мюктиан в самом конце отказалась пить дальше таблетки, будто бы намекает на полный финал. Но кто его знает. А с вами была Пандора. Не забывайте подписываться на канал и на паблик ВКонтакте. Пока-пока.